Здравствуйте, друзья! Вашему вниманию достаточно продолжительный ролик, но не очень, но 12 минут. Тут мы разводим сотрудника банка. Всем известно, уже давно они перестали выходить на прямой диалог с юристами, с представителями их клиентов, которые решили встать под юридическую защиту, потому что понимают, что не о чем с ними говорить. А вот с любым другим уже есть вариант зацепить в разговор и в результате получить то, что мы сейчас с вами услышим. Слушаем до конца, в конце кульминация. Итак, внимание, изящный развод сотрудника банка. Как он, сотрудник банка, из такого напыщенного состояния превращается в опущенное чмо, попавшееся на простую элементарную наживку. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ну, у нас в семье все телефоны на меня оформлены, так что можете смело. А дополнительные мобильные вы не подскажете? Вам для чего? Для того, чтобы с ней поговорить, она сразу же не хочет разговаривать, не может, не знает, как с вами разговаривать. А что такое у нее происходит? Ну, как, трудности финансового человека. А, то есть, поэтому она не может с нами разговаривать? Ну, можно и так ситуацию констатировать. Мы именно по данной причине и звоним, потому что мы сейчас готовы ей вопросы урегулировать по банковской амнистии. Ну, давайте со мной, потому что я все финансовые дела решаю в этой семье, и она, в общем-то, попросила помочь, я прилетел издалека, на самом деле, ради этого события. А, то есть, она просила вас помочь? Ну, я должен разобраться, да, сами понимаете, конечно, потому что просто так что-то она сказала, там, истерика у нее кредитная, вот это вытащила папку, кучу бумаг каких-то, и, соответственно, плачет, рыдает, денег нет и все такое. Ну, а вы готовы помочь ей? Конечно, конечно. А как могу помочь ей? Ну, меня Дмитрий Евгеньевич зовут. Не то, чтобы финансово, а в правовом формате. Это самое главное. В правовом. Ну, мы же с вами не будем отрицать, что кредитные обязательства это всего лишь договорные отношения между гражданином, юридическим лицом, и никаких последствий серьезных они за собой не несут, кроме как судебных разбирателей. Только выплаты долга через судебные инстанции, вот и все. А так можно, согласно 382 статье, закрыть данный договор по процедуре банковской тессии. Знакомы вам что-то такое? Ну да, я знаю. Это вы предлагаете выкупить этот долг за процент. Не выкупить? Зачем? Закрыть его полностью? Ну да, выкупаете. Не, ну дело в том, что нужно, давайте с вами, это на самом деле приятное предложение, и достаточно я хотел на нем, собственно говоря, настаивать, а вы сами ситуацию опередили. Единственное, мне нужно разобраться сейчас, коли вы мне позвонили, ну, я бы и так, конечно, разобрался, запросил бы выписки и все. Вы долго знаете? Вот, вот, я к этому и веду, да, к этому и веду. Я не требую точно, но сколько она там брала, да, 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 конечно. Давайте объясню, Дмитрий Евгеньевич. Значит, смотрите, по поводу, если вы хотите все это получить письменно, вам нужно будет с ней с паспортом в отделение просто банков подойти и предоставить. Ну, хотя бы примерные цифры можете обозначить. Да. Если вы желаете, я могу вас проинформировать при условии, если вы действительно готовы решать этот вопрос на закрытии. Ну, какие варианты? Да. Ну, по цессе, вот смотрите, я объясню, не оплачивает она уже на данный момент по карте 13 месяцев по кредитам? Позвольте, простите, как ваше имя и отчество, если честно пропустила? Марина Владимировна. Марина Владимировна, позвольте мне, да, чтобы мы с вами ни мое, ни ваше время не тратили, я просто задам вопрос, если вы существете возможным на них ответить, ответите, пожалуйста, ладно? Первый вопрос, какую сумму, пускай не до копеек, сколько она, на какую сумму кредитовалась она в вашем банке? Она просто говорит, да, вы поймите, она поперепутала, она там, знаете, перекрывалась этими банками, то один возьмет, другой, третий, я толком еще, я, конечно, могу сесть разобраться, но все же, Коль, еще раз повторю, Коль, вы позвонили, как говорится, куй железо, как говорят, пока горячо. Я вам скажу все, если вы намерены помогать ей финансово по цессе закрывать данные... Ну, я должен разобраться, понимаете, не скажете, я возьму так в бумажках, а так мы с вами на месте сможем уже обозначить какие-то приоритеты, верно? Ну, понятно. Да, хотя бы как-то, что она взяла, какую сумму она изначально... Она взяла карту и кредит, ее карта и кредит, два продукта. Ну, понятно, понятно, это понятно, но в общей стоимости, да, сколько это, этот продукт, стоимость... Вот я вам по поводу задолженности для начала скажу, значит, сейчас, какая ситуация у нее... Так, у нее получается, значит, со штрафами сумма по карте 145 тысяч рублей. Если мы уберем все штрафы неустойки, останется чистый основной долг 89, да? И вот от данной суммы, если по цессе закрывать, здесь, возможно, будет на закрытии только 40%. То есть 89 тысяч оплачивает 40%, 35 600, полностью договор закрывается. А у нее там, по-моему, в 14-м году она у вас брала кредит, если мне память не изменяет. Да, да, и карты, и кредит в 14-м году. А она что, все это время вообще ничего не платила? Вообще ничего не платила? Почему? Она оплачивала. Она оплачивала до того, как у нее случился данный финансовый кредит. Ну, она где-то вот с полгода не оплачивает, по-моему. Ну, я знаю, насколько мне родственники говорят, ее там, сын, что у нее там вообще вот эта катастрофа случилась полгода назад. Могу ошибаться, верно, да? Ошибаетесь, да, потому что она не оплачивает ровно 14 месяцев. А, вот так даже. Ну, все равно, она все равно года два с половиной, получается, добросовестно выплачивала, я так понимаю, да? 20 месяцев она оплату производила. Вот на основании этого мы ей как бы предлагали. Это из этого, да, 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 конечно, извините, что перебиваю. Значит, смотрите, да ничего страшного. Значит, по поводу кредита. Сумма долгого за 14 месяцев неоплаты там со штрафами составляет 250 тысяч рублей, но мы это уберем, все штрафы неустойки. У нее останется чистый основной долг. Сумма чистого основного долга у нее составляет в размере 193 тысячи. И вот от этой суммы также даем возможность закрыть на данный момент 40 процентов, да? Ну, смотрите, в общей сложности, да, 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 да. Да, смотрите, вот вы сейчас озвучили, ну, грязные, да, вот эти вот 89 тысяч. Нет, это чистые суммы. Не-не-не, не сейчас, а вы говорили по карте 89, это вот если не убирать, ну, если без цессии, и 190. А я вот не могу ошибаться, но, по-моему, она там брала что-то там в районе 300 тысяч на круг, да, все вместе выходила карта и этот кредит. По-моему, в общей сложности 1300 она брала, я правильно понимаю? Чуть более была сумма. Чуть более. И в месяц она, по-моему, там тысяч по 10 выплачивала, она мне какие-то чеки показывала. Нет, по 10 она не выплачивает. Можно от другого банка. Давайте я вам объясню, вот где вот она брала машину, как вы говорите, это она кредит оформляла в 12-м году, она его погасила. Потом она в 14-м году берет сумму наличными, ей банк предоставляет, она ее берет, эту сумму наличными. Это не на покупку автомобиля. Не-не-не, а меня это на самом деле, ну, вы сами понимаете, это уже понятно, что кредитный продукт. Да, и там оплата не была, да, и там не была оплата ежемесячного платежа по 10 тысяч рублей, там оплата была у нее по 6 тысяч рублей, она ее оплачивала успешно. Ага, ну, в дальнейшем у нее случился финансовый кризис, следовательно, да, то есть по карте она совершала покупки расходной операции, там она оплачивала по минимальный счет выписки, как положено. То есть, когда счет выписка формировался, она вносила денежные средства. И вот у нее на сегодняшний день остается чистый долг перед банком по кредиту наличными. Эта сумма в размере, я вам даже выбираю проценты за пользование кредитом, он составляет там 192 тысячи рублей. А суд же в 16-м году ей присудил на оплату именно по кредиту наличными сумму 209 тысяч 266 рублей 61 копейку и госпошли на 2646. Подождите, я пропустил что-то, у нее уже было судебное решение, вступило в силу? Ну, в 16-м году у нее есть оно, но на данный момент тут взыскивать ничего у нее, к сожалению. Ага. Я просто этот момент пропустил, уже суд был, да, а вы предлагаете выкуп долга, да? Предлагаем, и мы имеем право, конечно. Нет, конечно, то есть исковое заявление забираете, исполнительный лист забираете, да, и... Исполнительный лист, да, да, она забирает у судебных приставов постановление об окончании, конечно же, мы потом же не имеем право. Вот, я просто теперь, у меня глаза полностью открыты. А вы знаете, я, Дмитрий Евгеньевич, меня зовут, фамилия моя Кузнецов, вы, наверное, слышали компанию Алиам, она достаточно известная, юридическая структура, очень раскачанный бренд, слышали, нет? Да, Али. Алиам, не слышали, да? Ну, услышите наверняка. Дело в том, что, коль уже была зафиксирована сумма долга, да, по суду, и, в общем-то, договор сессии здесь с точки зрения выкупа долга нам не интересен, судебный пристав уже предпринял все необходимые действия для того, чтобы выяснить, что дохода у человека нет, взыскивать с него нечего. Исполнительное производство, вероятнее всего, уже прекращено, в архив убрано. Поэтому банку, скорее всего, мы... И мы его будем ходатайся... Не, ну это, конечно, раз в полгода вы имеете на это право, но от этого не состояется... Не, раз в полгода, почему, кто вам такое сказал? Да мне не нужно... Я помню, да, давайте не будем сейчас мериться, кто умнее, кто грамотнее. Я вам еще раз просто повторю, компания Алям, в интернете набирайте, Кузнецов Дмитрий Евгеньевич в топе, в Яндексе будет, на первой странице поймете, кто мы есть. И что дальше нам нужно будет сделать? Вам уже ничего не нужно будет сделать. Что вы Кузнецов? Да нет, 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 просто что вы сейчас пытаетесь со мной вступать в полемику, спорить на юридические темы, да, не имея даже начального юридического образования личного. Так вот, я еще раз повторяю, даже если... У нее денежные средства-то откуда на вас, понимаете? На меня я брат ее, я брат ее, все просто. А что вы ей не помогали-то? Зачем? Все и так, видите, ситуация, зачем? От напряжения все портится. Понимаете, ситуация сама собой решилась. Вот такие юристы на данный момент, вот смотрите, вот такие юристы в дальнейшем, к вам, то есть вы как юристы даны свои, грубо говоря, обязательства, обязанности, да, по работе, вы исполняете. К вам обращаются клиенты. Им вот так вот на самотек так же помогаете, как своей сестре? Нет. Мне вот так вот интересно сейчас. С трой мы сейчас только столкнулись с ситуацией, я приехал к ней для того, чтобы разобраться. Вот уже с одним банком разобрались, понимаете? А что вы 14 месяцев не разбирались? Она не сообщала, пыталась самостоятельно. А зачем вы вообще семейные дела там наши? Ну, не знаю, стеснялась, стеснялась, наверное. Ну, а зачем вы врете сейчас? Это вы с чего такие выводы делаете? Как не сообщали? Ну, а потому что мы звонили, ну, и всем родственникам. Ну, мне не звонили. В Париске поступали. Ну, о чем вы говорите? Нет, подождите, вот я вас лично зацепил. Вы что, вы принципиально не любите юристов? Ну, я чувствую по голосу, что вы начинаете нервничать. По-моему, это вы начинаете. Нет, нет, у меня оснований нет. К сожалению, вы не очень. Извините, вы не очень. Отзыв я оставлю обязательно на вашем сайте, в дальнейшем, чтобы клиенты не пользовались вашими услугами. Только не забудьте написать, что вы взыскатель из банка. До свидания. Да что вы, правда? Да-да-да, обязательно на отзыве написать. А вы узнаете об этом, кто там напишет, что? Ну, анонимный отзыв. А, что такое? Вот у меня один вопрос. Вы утверждаете, что юристы обманывают клиентов, да? Ну, правильно же, я так понимаю? Вы так утверждаете. А что выводите ее заблуждение? Вот вы мне сейчас говорите на данный момент, что с нее взыскать невозможно. Невозможно. Видите ли какие-то доводы сейчас устанавливать? Ну, а вы можете что-то... Да, не листы. Он уже... Сейчас банки... Не, не, не голословные заявления, а что, вот, что вы сделаете, чтобы у человека не... А вы будете разговаривать в любом случае? Ну, у него от этого... А у него доход появится? Вы для практики хотите тащить информацию? Для своей практики? Да, для практики. Черезную глупость услышать. Текутесь в другом месте, с другими банками. Сейчас я информацию оставлю, массовую, причем во все банки. То, что вот такой вот есть у нас кузнецов на данный момент, который, видите ли, типа, предоставляется браку... Точно зацепил. Уточняет всю информацию. Да, 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 да. Видите, как зацепил сильно, да? Да, да, да. И кто из нас с вами не профессионал, а? Кто дилетант? Ну, я добавлю два слова буквально, да? Видите, как получилось. В итоге она распсиховалась, и даже связь не выдержала ее эмоций. Дело в том, что действительно, как я уже говорил, если сразу в начале разговора представится, что вы юрист, представляющий интересы того-либо нового человека, то разговор сразу же прервется, типа, аргумент, третий лица, там, и все такое. Что им строго-настрого запрещено общаться с компетентными людьми. Вот. Ну, вот здесь вот вы, наверное, поняли, да? Никакой там я не брат, это наш клиент. Действительно, человек обратился к нам уже с просуженными делами в данном конкретном случае. И, само собой, на момент этого звонка я не имел доступа к документам этого человека. И импровизировал на ходу, что называется. Ну, результат вот такой вот и получился. И действительно, до какой степени они в отчаянии, да? До какой степени они считают людей олухами, идиотами, что вот пытаются воткнуть вот такую, извините за выражение, лажу. Просуженный долг, уже когда даже исполнительное производство в архиве, да, по разговору было это отчетливо и ясно, что уже и судебный пристав перестал какие-то действия предпринимать, потому что четко и ясно было доказано, выяснено, что с человека брать нечего, они пытаются вот уже даже такие вещи с человека получить. Простите, не такие вещи, а в такой ситуации получить что-то с человека. Как? Что? На что надежда? Вот тут уже человек в этом отношении совершенно свободен. Ему сейчас немного юридических манипуляций определенных, кое-что сделать, все остальные банки, которые у него есть, что называется, как вороночку, загнать в это обобщенное уже исполнительное производство и дальше провести необходимый диалог с судебным приставом. И нате вам, свободный от долгов человек, причем свободный в формате закона, а не просто так в голове. Потому что раз нечего взыскивать, значит человек ничего отдавать не должен. Ну просто пострадавшая сторона осталась, как говорится, один на один со своими проблемами. Вот и все. И это закон, и это их риски, они просчитаны. И поверьте, если бы вдруг по какой-то невероятной причине наш клиент вдруг начал оплачивать эти деньги, то это было бы зафиксировано для банка как чистейшая прибыль. Вот и все. И еще у меня есть подозрение, что это ни в коем случае не с кредит Европа Банка звонок, а от коллекторов. Коллекторы очень любят просуженные долги, потому что там максимальная прибыль им достается. Максимальная. То есть у них отдельная переговорная часть, там отдельная договоренность с банком. Если с просуженного долга уже что-то взыскивает коллектор, то там коллекторы получают значительные вознаграждения. Ну да ладно. Я вас перенаправляю в описание ролика, там есть ссылочка на наш сайт. Также вы можете кликнуть по подсказке, которая вот сейчас появится в правом верхнем углу ролика. Вот посмотрите, вот она. По ней кликните, попадете на наш сайт. На сайте выложены видеоинструкции, алгоритм работы кредитных юристов компании Аля. То есть что мы делаем для своих клиентов. Если вы хотите стать нашим клиентом, если вы хотите разобраться раз и навсегда со своими долгами, методов очень много, много путей решения вопроса. Если вы хотите понять, что и как, то, пожалуйста, послушайте видео. Ну а с вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания Аля. До свидания.